Еще в советские времена лестничные пролеты многоквартирных домах служили своеобразным местом парковки для велосипедов, колясок и другого имущества жителей дома. Время идет, а традиции лишь укореняются. Увидеть сегодня бесходный транспорт в подъезде – дело обычное. На резонный вопрос, почему не поставить тот же велосипед в квартире, как правило, ответ один. Ну, откуда выхода нет, куда его оставлять. Тут вроде жильцов знаешь, вроде все нормально, двери мы контролируем, то есть двери не открыты, то есть сами стараемся как-то за этим всем наблюдать. А вот, к примеру, соседка Олега по лестничной клетке Татьяна Конопадская нашла место для своих целых двух колясок. По словам хозяйки, они совершенно не мешают домашним передвигаться по квартире, которая примерно такая же, как у соседа. Мне дома очень удобно, и они мне не мешают ни коляска, ни велосипед, ничего. Не переживаете, что маленькие дети где-то зацепят, упадут, повредит себе что-то? Нет, нет. Она даже если и залазит, то ничего страшного. Кража строительных материалов в частных застройках сегодня также тема актуальная. Кирпичи, тачки, гравий и даже пластиковые окна. Предметом хищения злоумышленников становится все, что плохо лежит. Зачастую виноваты в этом сами хозяева, которые, видимо, надеются на пресловутую авось. Николай Павлючик к этой категории явно не относится. За пять лет строительства у него появился свой свод простых правил, в котором главная заповедь – не провоцировать вора. По окончании работы стараться все самое ценное, как закрыть, чтобы более-менее закрыто было, или хотя бы спрятать, чтобы оно было не на виду. Ну, а здесь, конечно, от всего не застрахуешься, крупногабаритно, и, конечно, вещи не спрячешь, но стараться ложить в труднодоступном месте, чтобы… То есть сделать все, что от тебя зависит, да? Ну, да. Мое такое кредо, чтобы людей не провоцировать. Конечно, первое место в рейтинге способов защиты имущества занимает установка сигнализации, которой занимается Департамент охраны. Кстати, их коллеги и сотрудники правоохранительных органов проводят целый комплекс павиологических мероприятий по предупреждению краж имущества граждан. С нами совместно с заинтересованными государственными органами проводится определенная работа. Мы используем активные средства и возможности массовой информации. Мы работаем по проведению семинаров, рабочих встреч с предкооперативами, гражданами, разъясняем необходимость бережного отношения к своему имуществу, потому что если гражданин свое имущество оставляет без присмотра, то оно порой становится предметом хищения, кражи злоумышленников. Но, как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Уберечь свой велосипед или коляску от нечистых на руку поможет не домофон и даже не надежда на бдительную бабушку-старушку. Это в силах сделать только хозяин своего имущества. Было бы желание.